Чистота территории Федорского водохранилища под контролем местных властей. Компания «Технодом» при поддержке аппарата Акима Казбекбийского района приняла участие в экологической акции «Чистый город». Почти 120 бойцов в течение двух дней будут расчищать побережье карагандинских водоемов. За работой добровольцев наблюдала Фариза Убаева. Первым под надзор экодвижения попало бесхозное, но оживленное местное водохранилище. Очистить его берег от мусора оказалось не такой простой задачей. Но участники этой большой уборки, в числе которых сотрудники частной фирмы и чиновники, с энтузиазмом взялись за работу. Участники экодвижения понимают, что таким образом они вносят вклад в защиту окружающей среды. На территории Федоровского водохранилища мы, проведя мониторинг, увидели ту часть, бесхозную часть. Чтобы привести всю эту территорию в порядок, мы проводим такую акцию. Акция будет не единичная, она будет продолжаться и завтра. То есть постараемся охватить большой масштаб. Причиной проведения такой акции является сильная загрязненность бесхозной территории. Очистные работы проводятся крайне редко. Учитывая этот факт, Акимат Казбекпийского района дал старт акции «Чистый город». И теперь уборка этого водохранилища станет постоянной. Этим летом в планах активистов очистить от мусора побережье еще нескольких водоемов. Следить за тем, чтобы порядок сохранился на весь летний период, будут служащие, закрепленные за убранными территориями. Данной программой мы хотим побудить людей для сохранения более четкой природы, для сохранения первозданности. И сделать такой шаг первыми для того, чтобы другие тоже могли задуматься и решить сделать более чище наш город. Данная акция в этом году первый раз. Вообще до этого проводилась в Алмате и неоднократно. Мы чистили горы, более такого. А так, эта программа одна из самых масштабных. Она будет по всему Казахстану, во всех городах, где есть наша компания, она будет проводить такое мероприятие. Стоит отметить, что Федоровское водохранилище является уникальным водоемом. Во время войны это был угольный карьер. С годами разрез был затоплен грунтовыми водами. Сегодняшнее состояние водохранилища оставляет желать лучшего. И всему виной отдыхающие горожане, которые пассивно наблюдали за уборкой побережья. За два часа участники акции собрали 100 мешков с мусором. Данная акция будет длиться два дня. Стоит сказать, что с начала года субботники, организованные Акиматом Казбекпийского района, составило 15 тысяч гектаров. В целом в организации каждого субботника было привлечено более 300 тысяч коллективов с участием более 80 тысяч человек. Чиновники отмечают, что было ликвидировано 15 несанкционированных свалок, посажено 3 тысячи деревьев и кустарников. Фариза Улбаева, Руслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.